МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Международный женский день. Канал 16 поздравляет саровчанок с 8 марта. Не слабый пол, о призваниях женских и не очень. Розы, тюльпаны или лилии. Как правильно выбрать цветы? Далее расскажем обо всем подробно. Весна. Пора пробуждения природы, вдохновения и расцвета. Это время года по праву можно назвать временем красоты, тепла и света. И не случайно начинается она с 8 марта. Праздник посвящен его прекрасному, но далеко не слабому полу. Многие порой забывают, что женщины не только следят за хозяйством и воспитывают детей, но и служат в армии и работают в спецслужбах. 12 лет назад Ольга Аметова нашла себе дело не просто по душе. Работа в детском саду младшим воспитателем стала ее призванием. Для более чем 200 мальчишек и девчонок она стала и другом по играм, и наставником в освоении грамоты и счета. Со многими она до сих пор поддерживает связь и интересуется успехами своих воспитанников. Секрет ее профессионального успеха прост. Главное в нашей профессии это любить детей. Любить просто так вот, ни за что, за то, что вот они есть. Ведь каждый ребенок, они совершенно разные. Они интересные, забавные, удивительно умные. Международный женский день в коллективе ясельной группы детского сада – особенная дата. Ольга Аметова и ее коллеги получают сувениры, которые дети создают своими руками. И это делает презенты просто бесценными. Они у нас рисуют, делают какие-то аппликации, то есть им это все нравится, они это все с удовольствием делают. И если в детском саду коллектив исключительно женский, то в армии в Международный женский день дамы получают максимум мужского внимания. Начальник гарнизонного клуба Оксана Вчинникова признается, 8 марта в восковой части 32-74 всегда рабочая, правда, с небольшим приятным изменением. Нам командир дивизии Коршунов Олег Владимирович сделал такой подарок, когда спросил, что вам нужно женщины подарить. Его женщины попросили, а можно 7 марта ходить в гражданской форме одежды. Да, мы такое разрешение получили. И вот сейчас у нас командир дивизии Токаренко Евгений Александрович, он эту добрую традицию продолжил. В остальном 8 марта в армии такой же, как и на гражданке. Праздничные концерты, слова поздравления от мужчин, шоколад и цветы. И даже профессиональный праздник всех защитников Отечества находит в сердцах женщин-военных не такой отклик, как Международный женский день. Потому что, несмотря на воинские должности, воинские звания, мы же в душе остаемся женщиной. Да, мы, может быть, меняемся по сравнению с гражданскими женщинами. Может быть, мы более жесткие в чем-то, может быть, более организованные становимся. Но это заставляет жизнь. А в душе-то мы все остаемся мамами, женами, бабушками. Какие только должности не занимают сегодня женщины. Директора, воспитатели, водители такси и министры. Но мужчинам следует помнить, что именно они сильный пол. А дамы достойны нашей любви и заботы. Коллектив канала «16» от всей души поздравляет всех с Международным женским днем. Всегда будьте счастливы! Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Весь день в адрес женщин звучат только теплые слова и поздравления. Малыши рисуют мамам и бабушкам открытки. Коллеги дарят подарки. Любимые мужчины приносят домой букеты цветов. Редакция нашего канала решила не оставаться в стороне. И тоже поздравила жительниц города с Международным женским днем. Отвечая на вопрос, чем же порадовать женщин на 8 марта, каждый мужчина, конечно же, в первую очередь вспоминает о цветах. Попробуем у жительниц нашего города сегодня узнать, как часто им дарят цветы, особенно на улице. Ну и постараемся их порадовать. Пойдемте! С хорошим у вас настроением! С 8 марта! Спасибо! Уже, друзья, минус один цветочек и одна радостная душа. Скажите, пожалуйста, часто ли вам на улице дарят цветы? Нет, никогда. Слушайте, подождите, пожалуйста, в честь 8 марта я хочу эту ситуацию исправить. Держите, это вам с праздником, с 8 марта. Часто ли вам дарят на улице цветы? Нет, очень редко. То есть у вас была ситуация, когда вы на улице... Да ладно! Правда? Да. Можно я еще раз вам подарю цветы? С 8 марта. Вы идите, гуляете, по холоду. Хорошего настроения! Всего доброго! Какие цветы ваши самые любимые? Флоксы, розы, нарциссы, тюльпаны. Все люблю! С праздником вас! С 8 марта! Пусть все у вас будет хорошо! Очень редким на улице дарят цветы. А я представил, что идешь ты такой 22 февраля. Идут тебе навстречу девчонки, красивые такие, улыбаются, подходят и спрашивают. Молодой человек, а вам когда-нибудь дарили на улице носки? И дарят тебе носки. С 8 марта вам! Спасибо большое! Как выяснилось, лишь немногие жительницы нашего города хоть раз в жизни на улице получали цветы просто так. Сегодня мы смогли для некоторых даже исполнить их мечту. Делать приятное девушкам очень просто. Надо просто купить несколько цветов и выйти на улицу с хорошим настроением и улыбкой на лице. Цветы на улице раздавали Кирилл Васенин и Владимир Лисик. Женщина, с праздником вас! С 8 марта! Завершили съемки документального проекта об атомной отрасли страны. В нем приняли участие академик Раны, первый заместитель научного руководителя Российского федерального ядерного центра Юрий Трутнев и научный руководитель РФСНЕФ директора ТМФ Вячеслав Соловьев. Кроме Сарова, в съемках задействовали Красноярск, Северск, Заречный и другие города в разных регионах России. Фильм «Русский атом. Новая жизнь» покажут на Первом канале в воскресенье, 11 марта в 8.55 утра. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 13 марта в библиотеке имени Маяковского пройдет очередная встреча клуба любителей английского языка и культуры «Фокс Вокс». Ее участники совершат виртуальное путешествие по залам крупнейших библиотек России, Великобритании и США. Начало в 15 часов. Приглашаются все желающие. 16 марта в Центре культуры и досугов НЕФ пройдет конкурс «Мисс Сарфот Эй-2018». Проголосовать за понравившуюся номинантку, а всего их шесть, можно на официальной странице «События ВКонтакте». Конкурс начнется в 18 часов. Вход свободный. В городе Ковров Владимирской области завершился турнир по художественной гимнастике. Саровская команда «Ассорти» прекрасно выступила на соревновании и завоевала бронзовые награды. Юная гимнастка подготовила тренер спортивной школы «Икара» Елена Пугачева. 8 марта – отличный повод презентовать своим близким подарок, который вы сделали своими руками. Например, декоративную свечу. Для ее изготовления потребуются простейшие материалы и минимум вашего времени. Зато результат превзойдет все ожидания. Для изготовления декоративной свечи вам понадобятся парафин, формочки, фитиль, немного свободного времени и фантазии. Всего несколько минут и оригинальный и, самое главное, индивидуальный подарок готов. Я бы посоветовала взять вот такими, попробовать такие сделать свечи, полосатые. То есть они и интересные, и яркие, и достаточно просто делаются. Нам необходимо всего лишь взять форму, закрепить там фитиль, чтобы он был по центру, и начать заливать. Вначале мы растапливаем и красим воск, и заливаем первый слой. Нужно обязательно дождаться, пока он застынет, не торопиться. Профессионалы используют специальные материалы – парафин, красители, ароматизаторы. Все можно купить в обычном магазине, а вместо красителей использовать обычные восковые мелки для рисования. А начинающему можно использовать восковые мелки? Купить в магазине обычные свечи, восковые мелки, все это покрошить и залить в формочку для выпечки? В принципе, можно. Можно начать с этого. Это как, да, такой совсем минимальный уровень, да, можно. И это будет безопасно, то есть ничего не загорится. Снежинка, сердечко, цветок, форма свечи может быть совершенно любой. А в качестве декора специалисты советуют использовать зерна кофе. Главное – подойти к делу творчески. Сделанный собственными руками подарок – это всегда вдвойне приятно, потому что в него вкладывается еще частичка души. Елена Крескова, Владимир Есеников, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Несмотря на зимнюю погоду за окном, Международный женский день все равно ассоциируется с теплом, солнцем и, конечно, цветами. И порой они красноречивее подарка говорят о нашем истинном отношении к тому, кому мы их преподносим. Наша съемочная группа решила выяснить, как правильно выбрать букет. Канун Международного женского дня для флориста Екатерины Масловой всегда рабочий и очень сложный. Сотни заказов на букеты и тысячи цветов, каждый из которых должен дойти до адресата и подарить ему радость. Каждый год мужчина задает ей один и тот же вопрос – какие цветы подарит своей жене или девушке? И Екатерина знает правильный ответ. Как правило, девушкам или подруге молодой или жене покупают букеты или цветы более нежных тонов, более такие весенние. Это может быть и роза какая-нибудь розовая, белая, тюльпаны, герберы. Выбирать цветы для мамы или бабушки тоже нужно помнить несколько особенностей, которые могут сделать букет незабываемым. Они, как правило, предпочитают еще с тех времен хризантемы, потому что хризантема всегда стоит дольше, чем розы или какой-либо другой цветок. По словам Екатерины, очень часто мужчины просят составить композицию из алых роз. Но у этих цветов есть свои особенности. Подходят они далеко не всем женщинам. И не на каждом мероприятии будет уместно вручать такой букет. Темные бордовые розы на самом деле их берут больше на 50, на 60 лет. И вообще бордовые розы на юбилей. Или берет молодой человек к девушке, показать ей тем самым, что он ее любит. Выбирая цветы на 8 марта, мужчинам следует помнить, что женщины видят в цветах не только их красоту и чувствуют их аромат. Как утверждают сами женщины, цветы – это в первую очередь знак внимания с мужской стороны. И оказывать такие знаки надо как можно чаще. С Международным женским днем поздравляют Кирилл Васенин, Владимир Лисик. Служба новостей СРОВ-24. Далее наша традиционная рубрика «Афиша». О том, где интересны с пользой провести праздничные выходные, расскажет Кирилл Васенин. Праздничные выходные дают шанс не только поздравить милых дам с их праздником, но и сделать отдых максимально насыщенным. Прекрасным подарком может стать поход в театр. 9 и 10 марта в 6 вечера в Саровском драматическом театре всех ждут на Водовиль. И так не бывает. В нем есть все необходимое для успеха. Легкость и живость, остроумие и милое кокетство. Вас ждет яркое, веселое, динамичное зрелище. И, конечно, счастливый финал. 11 марта в 19 часов начнется танго-шоу «Демоны-ангел». Страсти, трепет, надежда и отчаяние, любовь и одиночество. Всеобразные эмоциональные оттенки танго в шоу знаменитого аргентинского танцовщика. И хореографа Маркоса Айалы. Не пропустите! 9 марта в 6 часов вечера в Доме ученых начнется концерт камерной музыки «Моя прекрасная леди» в исполнении ансамбля «Классика энд джаз» из Москвы. Любите живую музыку? Тогда срочно приобретайте билеты. Если в качестве домашнего животного вы предпочитаете кошек, то вам дорога в Дом молодежи. Там 10 марта в 11 часов начнется выставка кошек «Мартовские коты». В программе выставки представление пород, шоу домашних кошек, конкурс в костюмах «Весенний вернисаж», зрительское голосование на лучшую породистую и домашнюю кошку. Идти можно всей семьей, каждому там найдется занятие по душе. Каждую субботу в молодежный центр может отправляться тот, кто не мыслит своей жизнью без салонных игр. 10 марта вновь соберутся желающие почувствовать себя настоящим мафиози или шерифом. Начало встречи в 20 часов. Не менее приятно провести время можно и в кинотеатре. При выборе билетов можно обратить свое внимание на фильм «Излом времени». В центре сюжета этого фантастического фильма находится история девочки Мэг, чей отец бесследно исчезает во время проведения одного из своих экспериментов. На его поиски Мэг отправляется в компанию с одноклассником и младшим кузеном, надеясь, что ее отец смог сделать настоящее открытие в путешествии по разным галактикам. Им предстоит пройти через путешествие во времени, знакомство со странными мирами и необыкновенными космическими существами. Еще один фильм – это очередной супергеройский экшен. 18-й фильм из киновселенной Марвел. На этот раз спасать мир от суперзлодеев будет «Черная пантера». Любите обилие спецэффектов и головокружительные схватки? Занимайте места в зрительном зале. И еще один фильм, достойный вашего внимания «Я худею». Лента российского производства, в центре сюжета которой девушка Аня. У нее две главных любви – парень и еда, из-за которой они, собственно, и расстаются. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлеченного здоровым образом жизни Добрикакули, она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье. Зрительский рейтинг у фильма достаточно высок, так что стоит сходить и на него. Хотите приятно провести время? Устроить романтический ужин или деловой обед? Встретиться с друзьями и родными? Поиграть в боулинг или бильярд? Вас ждут в клубе «Прайм». Изысканная кухня, уютная атмосфера и все грани отдыха в одном месте. Проводите праздничные выходные с пользой и хорошим настроением. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин